Унесённое ветром чувство останется где-то на берегу неба Тихо к нему прикоснётся луч одинокого солнца на берегу неба Друзья, всем привет, добро пожаловать в новое видео Добрался я до работы, сейчас уже находимся в Сумилкино на границе Перед нами тут буквально четыре машинки до шлагбаума Лёха, здорово! Такая вот у нас цепка, новьё, каденция, новый прицеп арендный Скания шестёрка, тоже в хорошем состоянии Они у нас раньше были на кругах, но потом их отдали на каденцию Пока наша Скания в ремонте Помните, я говорил в предыдущем ролике, что у нас коробка полетела И пока никто ничего не говорит, вот Лёха сделал один круг Едем во второй, не знаю, сейчас до базы Завтра Лёхе поддаваться на вид заново И не знаем, заберут у нас эту Сканию, может дадут У нас ещё ман есть на мешалке Но не хотелось бы уже, хотелось бы на этой сцепке полностью С новым рефом, Лёха говорит, грузится одно удовольствие Всё светится, реф изнутри чистый Даже покрышки ни разу не возили Всё светится, всё блестит в рефе Полетники открываются Новенькие с кнопочек Я ещё таких кроновских не видел Вот, двумя ручками берёшь На кнопочки эти нажимаешь Вниз опускается И так же легко поднимается Тоже все колёсики новые Ну, арендный прицеп Датчики, всё работает Лапы хорошо опускаются И внутри всё чисто, всё аккуратно И самое, что радует, это вот Бомболюк есть правый У нас нету Как-то с Лёхой думаем Как-то оставит нам эту машину Ну, и по салону тоже вроде бы всё аккуратненько Не убито Всё, проходим границу Надеюсь, что успеем Потому что у нас по времени Сейчас 18.10 А у Лёхи запись в поневежесе А сколько это? 8.15? 8.15 у Лёхи надо быть в поневежесе Если сейчас быстро пустые пройдём Доскочим до базы А там уже на легковой С базы От нашей базы Сколько-то километров Наверное, 60 По-моему, поневежеса Тогда, в принципе, успеем Дороги оплачиваем Эстонские Потом латышские Литовские Всё как обычно Ну, слушайте, на машине Ехать кайф, говорю Одно удовольствие Мягенькое Не ушатанное Не ошибок нету Ничего Ось поднимается Пустые Едем Всё на автоматике Свет хороший Мягкое Плывёт Корабль В общем, всё Надеюсь, что у нас её завтра не заберут Ещё прокатимся на ней Вообще В идеале нам её оставить Себе А из Могилёва добирался Получается Заказывал маршрутку Могилёв-Смоленский Есть прямая 30 рублей по стоимости А Лёха меня ждал на Красной Горке С Красной Горки До Шумилкина В районе 550 километров Думали, поедем на Себеж Но на Себеже Колейка В районе 700 метров Плюс ещё спящие Те, которые ночью Ночуют Они бы просыпались Там движение такое Тухленькое Сказали ехать Сюда Но по факту Здесь должно быть Быстрее Сейчас посмотрим Объездная Даугапилса Относительно быстро Прошли границу Но Во всяком случае Для нас Быстро Меняем чипы Перекидываем И С такой Тахой Я ещё не сталкивался Я ездил на динозаврах Динозавры Тахи Это Наши лучшие друзья Потом Ездил на новой Скане Которая В-образная Восьмёрка Полный фарш Там Таха была Когда в страну Заезжаешь Новую То Она тебе Автоматически Предлагает Открыть смену Да То есть Вы остановились И только Подтверждаете Окей Жмёте Здесь же Получается Вы останавливаетесь Она Не предлагает Вам Открыть смену Но она Когда вы вводите Вот Стороны Начало Стороны Сразу Перекидывает На ту страну В которую вы заехали Так же Хорошо Потому что Перед нами Машина С нашей Фирмы Блин Заговорился Нажал Отдых До сих пор Хотя надо было Нет Не отдых И на молотках Но хотя Мы сейчас Подаваться На Перевернулась На вид На жительство Лёхи Подаваться Поэтому Есть у нас Три часа Можно поспать Это Лёхи А я Могу больше Кемарис Потому что Лёха Поедет Сам С Сотрудницей Отдела Кадров Она Будет Подавать Документы Лёха Там Будет Присутствовать Это Все А я Тем Временем Могу Побольше Поспать Заодно Посмотрю Что там Завтра С нашей Скани Синие Что там Сняли Коробку Хацаба Не сняли Что-то Вообще Происходит И забрать Тоже Кое-какие Вещи Пырскал Чтобы Мыть Лобовое Потому что Тоже Мушкары Ничего Нету В машине Даже Лёха Не брал Посуду Стеклянную Тарелки Это Все Нужно Будет Забрать Короче Ребят Меняем Чип Я Немножко Подустал Пойду Немного Поваляюсь И Уже С вами Увидимся Потому что Лёха Купит Тоже Сам Литве Авень Здесь До Литвы Уже Немного Осталось И До Базы Нам 178 Километров Пишет Увидимся С вами Уже Завтра На базе Все Расскажу Все Покажу Если Прицеп Не заберут Если Не придется Его Отцепить Потому что Я говорил Прицепы Арендные Если Поедем Еще Раз В него В рейс С этим Прицепом Откуда Завтра Двери Покажу Какая Частота В каком Состоянии РФ Но Здесь Даже Если Не забуду Показать Табло Оно Еще В пленке Вы понимали Табло Установки Которое Задаете Температуру Включается Она Еще В пленке В заводской Немножко Вялый Рот Ребят Я говорю Устал Немного С непривычки Когда Дома Месяц Просидел Сразу Купили И Латвию И Литву Сразу Купил Ну Тады Тады Отлично Поехали Всем доброе утро Друзья На базе Вообще Не протолкнуться Некуда Машину Поставить Кое-как Примкнулся Сюда Потому что Отсюда Паровоз У нас Выехал Угора Немножко Стоит В том Боксе Потом Покажу Там Уже Разобрано Коробка Будет На следующей неделе Будет Полностью Замена Коробки Поэтому Еще Кружок Мы на этой Скане Новенькой Сделаем И потом Все Пересаживаем Семь Нашу Машину Вот По прицепу Аккуратненький Чистенький Тоже Двухкамерный Перегородка Это все Ездит Леха Говорю Вообще Как по маслу Без усилий Рукав Он новенький Вообще Классный Бля Ну я бы на таком Рэйфе На постоянке Бы ездил Я бы за ним Смотрел Аккуратненький Был бы Все хорошо Было Но Именим То что Имеем Что дадут На том Уже И ездить Будем И сейчас Вам покажу По поводу Что говорю В пленке Все Единственное Леха говорит Я еще не смотрел Вот он ставит Принудительное Опускание Оси Ленивца Но почему-то Все равно Говорит Заскоки Какие-то Не может понять Почему Ось все равно Опускается Ой Поднимается Хоть стоит На принудительном Опускании Вот Смотрите Пленочка Еще Заводская Еще Ничего Не убирали Ну По машине Говорю Аккуратненькая Ровненькая Да Есть Косички Вчера Бля Ребят Так Обидно Было Сау Сбил Да Наверное Насмерть Потому что Стук Такой Был Да И она Вылетела Тоже Знаете На скорости Ехала Она Прям Под дорогой Пронеслась Я конечно Никуда Не увелив Потому что Ну Из-за Совы Куда-то На обочину Съезжать Цеплять Не хотелось Уже Стукнул Как есть Жалко Обидно Там Маленькая Такая Сова Была Благо Ничего Не Поломалось Ничего Не Треснуло Ну И Надеюсь Что С ней Все Нормально Более Менее Бывает И Так По Топливу Мы Еще Не Заправлялись Будем На Выезде Все Заправляться Впереди Не Тоже Все Хорошо Единственное Тоже Здесь Вот Не Знаю Смотрел Вчера Так Обходил Машину Смотрите И Что У 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 в полетниках тоже нет второй запаски что ребят пойду я мыться наверное лег уже поехал на подачу на визу мыться разложиться более-менее в машине потому что у нас тут ковардак бардак ну хоть машина каденская но эти ковры присутствуют чехлы тоже уже старая но все это есть и потому что раньше эти машины тоже шестерки у нас были на кругах на цветах поэтому она с чехлами с коврами какими-то так машина не звучит не зачуха на обшивки вроде все чистенько не зашарпаны панели потому что у нас есть такие каденские машины ребята на каденции ездят и там прямо просто ужас у них здесь на полу как у нас в прицепе когда везешь горшки там земли просто вот куча вот я не знаю можно раз садить рассаду а дэр ящик нужно оставить он нам не нужен у нас ни у кого а дэра нету это каденский адр чтобы его так вот в кабине не возить надо оставить потом человек заберет потому что нам он точно не нужен будем отрезать оставим здесь мешает вот так говорю вот машина не низкая все нормально все в порядке головой не бьешься спальники удобные тоже без пролежни без ничего единственное что у нас когда едешь на ходу на ямках инкубатор в кабине а все почему потому что холодильник у нас издает такие звуки как будто бы цыплята у нас в машине и нужно наверно изоленты перемотать все эти салазки уплотнения все эти пересмотреть потому что немножко на нервы конечно напрягает полки большие но тоже знаете вот нет вот этой полки как наши скании глубокой вот этой она очень помогала спасала мы туда все документы слева тут посуду нас какая-то тут мыльнорыльная но зато глубокие ящики и механический люк никакой подсветки ночной нету то есть ночью не комфортно ехать ничего не подсвечивает включаешь основной свет чтобы нажать что-то чтобы найти что-то там зажигалку какую-то рукой нащупываешь ну все равно это машину как говорится на пару рейсов поэтому мы ничего тут по сути делать не будем да и мыть не будем он знаете так продул-продул пыль эту вытер ну тоже кому-то помыть машину каденскую тоже ну извините меня я тут не буду вымывать ее чтобы кто-то ездил в чистоте правильно оборудовал себе спальное место осталось только пледом застелить но плед у меня лежит в старой нашей скани нужно открыть бокс и уже оттуда забрать некоторые наши вещи не буду разложивать я вещи лёха тоже не разложивает по полкам потому что ну смысл нам осталось в один рис съездить и только разложишь только больше времени потратишь поэтому все это будет сумках застелю пледом закинули на верхний спальник две небольшие сумки вот у меня небольшая легких тоже небольшая и все будет по свободнее машине отлично спальник не бремчит на ходу держит отлично фиксатор работает для ребята ковардак лёха по быстрому помылся собрался поехал на вид подаваться тоже пойду в душ схожу постельное решил расстелить полотенце взять сбегать по быстренькому еще вешалок зато много классно так еще раз прошу прощения за ковардак который происходит в кабине мы выйдем это все станет более-менее на своих местах все более-менее красиво не будет это все раскидывали накидано вы знаете что у нас машине постоянно порядок что хотел спросить ребята подскажите кто получал новую скани вот у кого есть в комплектации вот такая штука знаю куда вот ремешок крепится для чего это вообще нужно для инструментов это потому что здесь вот были на накиданы какие-то вот ключи инструмент можно кидать либо же это какая-то минималистичная мусорка там знаете для бумажек который вставляется в дверную карту потому что она была в дверной карте еще куда она крепится для чего и игры для инструментов бомболюки ее предназначение подскажите для чего вообще в идеале ее использовать знаете вот как маленькую мусорку для каких-то бумажек ну хотя тоже непрактично но что-то у нее нормально выкинешь значит для инструментов мне кажется ну куда вот этим ремешком ее крепить я не совсем понимаю знатоки кто получал подскажите интересно очень вот не встречал такой системы тоже посмотрите мы топлива слили с рэф потому что рэф будем сдавать это же арендный как я и говорил слили топлива он показывает что топлива нет видите по литражу можно отслеживать полный бак 190 170 150 литров то есть можете следить вот такой вот датчик уже электронный бля но этого классно конечно удобно и на ходу можно заметить что у вас все по нулям топливо красным мигает надо заезжать на заправку для классно так вот наша красавица скучает никто этот в боксе не занимается но как не занимается по большей части уже все сделано коробка снята вот она наша неисправная коробка в неразобранном виде не могу показать что там с шестернями но имеется уже такая же коробка поэтому я осталось только накинуть сказали что на следующей неделе этим займутся сегодня пятница но перед выходными конечно же никто ее не поставит потому что на базе мелкие ремонты другие машины производят поэтому еще один рейс мы на белой скане скатаемся и в следующий круг я уже думаю один я поеду уже на нашей надо сказать механику может чтобы он поменял нам на светодиодные фонари потому что лежат у нас бомба люки уже сколько я вожу не могу поставить и что еще сказать в машине как всегда у нас порядок все убрано все чистенько по фонарям вот они фонари светодиодные лежат их наверно выложу скажу механику если кто не помнит сейчас напомню как они выглядят вот так выглядит полностью с креплениями с болтиками поменять на эту красоту так и порцевые туманки порцевые туманки еще есть можно будет поменять поставить тоже ледовские порцевые туманки но я не знаю станут они не станут сюда будут возможно зазоры там конечно есть маски крепления но если боюсь щели будут большие то это будет смотреться не очень поэтому не знаю насчет этого подумаем так что это у нас шильдик отваливается 450 к нашу бляха на 2 мили надо посадить на герметик или на двухсторонний скотч он видите тоже отклеилась нехорошо главное его чтобы он не потерялся нигде но так собственно говорю машины занимаются делают конечно я не против еще покататься на белой скане и но ее тоже нужно отдавать на каденцию поэтому вот как то вот так ребят выглядит на данный момент наша машина но мы сейчас погоним все-таки мы арендованный прицеп сдаем вильнюсе нужно сдать его потому что прицепов уже хватает наших сдать вильнюсе прицеп возможно поедем двумя машинами потому что еще один прицеп нужно будет загнать и зацепим потом фирмы прицеп и уже будем грузиться куда-то выезжать на пятницу все равно мы утыкаемся в запрет немецкий но знаете тоже вот это телодвижение вот эти вот лишние хотелось бы уже когда польши докатиться стать там на суточный какой-нибудь и уже спокойно стоять чем вот эти вот сейчас его движение непонятное туда съездить сюда приедет загрузить и потом еще выезжать поэтому ну как то так как есть ребят все друзья на этом я думаю закончим наше видео и увидимся с вами чуть попозже когда погоним прицеп либо уже когда будем грузиться всем спасибо за просмотр вы самые крутые пока